Ежегодно в Перми бывает большой день маленького балета. Отчетный концерт Пермского хореографического училища. Этот год был особенным. В Москве проходил второй международный конкурс артистов балета. И на нем предстояло попробовать свои силы будущей балерине Наде Павловне. КОНЕЦ 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 Свой пермский зритель тепло принял ее выступление. Вот как там, в Москве, что скажет взыскательное жюри. КОНЕЦ Высшая награда, Гран-при Большого театра Союза СССР и золотая медаль присуждены ученицы Пермского хореографического училища, самой юной участнице второго международного конкурса артистов балета. Это было в июне 1973 года. Это как взрыв. Никто не ожидал такого успеха, Наде. Разве что таилась надежда в душе ее педагога, заслуженной учительницы России, ныне художественного руководителя Пермского хореографического училища Людмилы Павловны Сахаровой. Я считаю, что в какой-то степени ей повезло с этой поездкой. Почему? Что она поехала сразу после конкурса. Вот все эти волнения, которые были бы связаны с такой трудной и ответственной поездкой, ее миновали. Потому что все, что имел этот ребенок, он выдал все на конкурс. Конечно, гастроли Наде в Америке были для нее очень важным и очень ответственным событием. Ведь ей пришлось выступать рядом с очень большими именами. Это Сручкова, это Лиепов, Адеичев, Сорокина, Владимирова. Это настоящие мастера своего дела. Это люди, настоящие артисты большого балета. С большой буквы. И поэтому Надя сразу окунулась в такое окружение очень и очень непрофессиональное. И поэтому для нее было очень и интересно, и ответственно, и это ей много очень дало. А выступала у нас своим партнером по конкурсу с Гордеевым. Я хочу сказать, что там было много и молодежи из Большого театра. Была Семеняка, тоже лауреатка, хорошая балерина. Был Годунов, был Гордеев, была Леонова, хорошая танцовщица. В общем, трупа была разнообразная и интересная. И я считаю, что Наде повезло с ее первыми гастролями. Эти уроки будут всю жизнь, каждый день. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Самым первым театральным дебютом Наги стала «Сванильда» в балете де Либа «Капеллия». Через «Капеллию» прошли многие из выпускников училища, ставшие потом признанными мастерами балета. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 КОНЕЦ 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 Очень скоро я заканчиваю свою школьную работу и с Надей, и с Олей, и с другими девочками из этого класса. Сейчас я себе еще не представляю, как это будет выглядеть. У меня такое ощущение, что они будут учиться у меня долго-долго-долго, и из школы они не уйдут. Хоть я прекрасно понимаю, что уже подходит время, когда их надо выпускать в большую работу и предоставлять им самостоятельный путь. Но для меня они, наверное, на всю жизнь останутся девочками. И с их хорошими и плохими сторонами характера, с их удачными и неудачными работами, с их хорошими и плохими уроками, то есть со всеми плюсами и минусами, которые они имеют. Им было по 11 лет, это совсем крошки. И вот седьмой год я с ними воюю, учу и вкушаю всякие удачи, неудачи, радости от нашего творчества, расстройства от того, что нас не выходит. И много-много-много всякого пережито, и поэтому они, конечно, остаются для меня какими-то родными девочками. Надолго, я думаю, навсегда. Вариации из балета Минкуса «Дон Кихот» танцует Надя Павлова. КОНЕЦ КОНЕЦ В те дни, когда заканчивались съемки фильма, Надя Павлова готовилась к выпускным экзаменам. Перед ней открывается дорога в большой и светлый мир искусства. Пусть в этом мире ей всегда сопутствует удача. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ